Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Усилить противогололедную обработку и последующую очистку уличной дорожной сети. Глава города Елена Лапушкина поручила профильным службам города скоординировать работы по расчистке и вывозу снега. Время предложений. В промышленном районе Самары обсудили дизайн проекта общественных территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году. Сохранить память о современных защитниках Родины. В 13-й Самарской школе открылись мемориал и парта героя Рагима Гаджиева. Рядовой погиб при выполнении воинского долга во время специальной военной операции. Прогнозы синоптиков оправдались. Последняя декада февраля стала по-настоящему снежной. Перерывы между осадками сократились, их интенсивность возросла и снег продолжит идти в ближайшие дни. Только за сутки выпало 14 мм. С учетом осложнения погодных условий в Самаре на всех территориях обслуживание усилены работы по расчистке и обработке участков. Такую задачу службам благоустройства поставила глава Самары Елена Лапушкина. Как в городе выполняют снегоуборочные работы, увидела и наша съемочная группа. Сегодня днем в городе на уборку территории вышли 365 снегоуборочных машин и 3439 уборщиков, включая дворников. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу усилить противогололюдную обработку и последующую очистку уличной дорожной сети. Снегопад будет идти несколько дней. Впереди выходные и праздничные дни, но профильные службы продолжат работы в необходимых объемах. Вся техника, все люди будут работать. Для нас праздников нет, тем более, когда идет снег. Особое внимание уделяем местам отдыха горожан. Это наши парки, скверы, это наши набережные, безусловно, тротуары. В приоритетном порядке расчистка ведется на инфраструктурно значимых дорогах и улицах с напряженным трафиком, маршрутами общественного транспорта. Также повышенное внимание уделяется участкам, ведущим к образовательным, медицинским и другим социальным учреждениям. На участках с многополосным движением работают специальные автопоезда. Они формируются из трех-семи плужно-щеточных машин. Следуя друг за другом, уступом, такой караван может обеспечить быструю расчистку участков по всей ширине, включая приладковые зоны. Но это, конечно, при условии, что обочины не заставлены личным транспортом горожан. Далее автопоезда спецтехники делятся и расходятся для работы на перекрестных, более узких улицах. Данная работа происходит круглосуточно, пока идет снегопад. Это необходимо для того, чтобы снег не скапывался на проезжей части, не образовался снежный накат. Одновременно с этим, в зависимости от количества выпущих осадков, производится еще обработка антигололедными материалами, основная задача которых также исключить возможность образования наледи на проезжей части снежного наката. На менее широких дорогах работают в основном тракторы и мини-погрузчики, а также большое значение имеет организация расчистки вручную. Так, у компаний, которые отвечают за уборку Самарского района, в дневную смену вышли 20 единиц техники и 30 человек. Их задача, помимо дорог, оперативно почистить тротуары, остановки общественного транспорта, спуски к набережной. Выполняя работу, ориентируются на просьбы и обращения жителей. На обращение жителей мы, конечно, реагируем, потому что есть такие участки по тротуарам, где примыкает какой-то газон. Стараемся прислушиваться к мнению, что это газоны не трогаем, аккуратнее с ними обращаемся. Деревья саженцами небольшие какие-то посажены. То есть, конечно, с жителями мы контактируем обязательно. В связи с усилением снегопада в ночь на 22 февраля управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, районные службы благоустройства также сконцентрировали свои ресурсы на уборке территории от снега и наледи. Ответственным службам было поручено проверить готовность и исправность техники, наличие достаточного количества дворников, а также предусмотреть возможность наращивания ресурсов в условиях еще более интенсивного снегопада. Конечно, отдельным контролем это наши дворовые территории. Главы районов организовывают работу управляющих компаний, домов ТСЖ, ЖСК, других учреждений, которые находятся у них на территории. С утра в первую очередь расчищают подъезды, отмостки, тротуарные дорожки и дворовые проезды для комфортного передвижения горожан. Дворники и техника районных МБУ задействованы в уборке лестничных спусков внутриквартальных проездов других незакрепленных территорий. Стали появляться и замечания по очистке кровель от снега и наледи. Главам районов, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, подрядных организаций, главой города поставлена задача уделить этому больше внимания и усилить контроль. Бригады для расчистки крыш трудятся во всех районах города. Стоит отметить, что ответственность за уборку снега и наледи с парапетов, балконов, кондиционеров и карнизов лежит на собственниках жилых помещений. При необходимости они могут обратиться за помощью в свою управляющую компанию. Если ответственные организации проводят работы некачественно или несвоевременно, к ним могут быть применены меры административного воздействия. Региональная МЧС объявила желтый уровень погодной опасности. В условиях продолжающегося снегопада видимость может ухудшаться до 1000 метров. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и держать безопасную дистанцию. А также по возможности убирать автомобили с тех участков, где идет механизированная уборка снега, чтобы дороги и дворы были полностью почищены. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События. От снега в Самаре очищают и дороги, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Минувшие ночью работы проводили на улице Сергея Лозо. Это одна из основных улиц всего Красноглинского района и поселка Управленческий в частности. Она связывает Волжское шоссе и вертолетную площадку. Ремонт дороги проводили в 2022 году. Теперь следят, чтобы обновленный участок дольше сохранял прочность. Чем меньше снега на данной улице будет в весенний период, тем лучше покрытие переживет и сохранит свои способности. Сможет лучше переносить нагружки как статические, так и динамические. Ели, которые до недавнего времени росли возле музея Самара Космическая, переезжают на новое место жительства. Это связано со строительством планетария. Он станет частью музейно-выставочного центра Самара Космическая, расположенного на проспекте Ленина. Площадь планетария составит более 5,5 тысяч квадратных метров. В сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария будет располагаться на третьем этаже под куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет работать конференц-зал, в котором одновременно смогут участвовать в познавательных программах до 100 человек. Чтобы сохранить уникальный облик музея Самара Космическая и сберечь зеленые насаждения, обрамляющие музей, еле получили так называемые пересадочные билеты. 17 деревьев переместят на временное хранение. Ели переедут из центра города в питомник муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Там за ними будут присматривать и ухаживать до наступления весны агротехнических сроков пересадки. В дальнейшем обсудят, на каких городских объектах эти ели будут снова высажены. Работы выполнят по заданию Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Стоит отметить, что перемещение хвойных происходит и будет происходить максимально бережно. Ели выкапывают вместе с земляным комом, поверх которого сетка, которая предотвратит его разрушение. Эти ели выкопаны и будут вывезены на место хранения, на спецремстройзеленхоз. Они будут хранены у нас до весны, а весной по заданию Департамента городского хозяйства будут высажены на место, которое нам уже дадут по заданию. После завершения строительства планетария прилегающую территорию озеленят. Высадят не только хвойники, но и лиственные деревья. Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича будет передан на ответственное хранение. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с продолжением строительства станции метро «Театральная» с 0 часов 26 февраля 2023 года до 23 часов 59 минут 31 августа 2023 года на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской будет действовать ограничение движения транспорта. Данная мера не коснется следующих видов автотранспорта – спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны, транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта, служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения, машин с пропусками, утвержденными ГИБДД управления МВД России по городу Самара. Кроме того, вышеуказанный период движения городского пассажирского транспорта будет организовано по скорректированной схеме. В частности, временно по измененным трассам следования будут ехать автобусы маршрутов по номерам 3, 34, 53, 80, 226, 207. Изменится и схема движения трамваев 3, 15, 20, 20, К, 22. В районе площади имени Куйбышева они будут осуществлять перевозки только по улице Галактионовской, далее по улице Венцика, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, где будут конечная остановка и разворот. В обратном направлении все трамваи проследуют также по улице Галактионовской. Обращаем внимание пассажиров на то, что на время проведения строительных работ трамвайное сообщение по улице Фрунзе и на участке улицы Венцика от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе будет приостановлено. Горожан и гостей региональной столицы просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мер и заранее планировать свои поездки. Время предложений. В Самаре стартовали общественные обсуждения дизайн проектов парков, скверов и бульваров, которые вошли в список для участия в рейтинговом голосовании и претендуют на благоустройство в следующем году. Встречи проходят во всех внутригородских районах с участием жителей, представителей общественности, департамента городского хозяйства и экологии, а также районной администрации. На одном из таких обсуждений в промышленном районе побывала Светлана Кудрявцева. Ознакомиться с дизайн-проектами и высказать свое мнение может каждый. В Самаре обсуждают идеи по обновлению общественных пространств, которые претендуют на благоустройство в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, из 88 городских территорий в январе отобрали 20 в разных районах города. Теперь жители и общественники ТОСа вместе с районной администрацией и профильным департаментом решают, как могли бы преобразиться выбранные скверы, парки и бульвары. Мы слушаем граждан с теми предложениями, которые поступают, и, собственно, объясняем ту концепцию, которую мы предлагаем благоустроить. И, соответственно, по результатам у нас готовится протокол общественного обсуждения, где, собственно, учтены те предложения граждан, которые есть, которые поступают. В последующем данные предложения рассматриваются на общественной комиссии и, соответственно, корректируется общий дизайн проекта. И в последующем данные дизайн проекта уже выставляются на голосование, которое будет у нас проводиться весной текущего года. С 15 апреля по 31 мая будет проходить рейтинговое голосование. Из 20 объектов жители Самары будут выбирать те пространства, которые преобразятся в 2024 году. На обновление претендует три общественных территории, расположенных в промышленном районе. Это сквер Калинина и следующие этапы благоустройства Воронежских озер и парка Молодежный, которые, благодаря поддержке жителей, стали победителями по итогам прошлого голосования и будут благоустраиваться в этом году. В первую очередь, эти же жители будут там в дальнейшем отдыхать, поэтому очень важно, чтобы жители принимали активное участие как в голосовании, так и в обсуждении проекта реконструкции данных территорий. Общая задача – сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Мы голосовали в прошлом году. Мы очень рады, что у нас появилась такая программа. Мы работали волонтерами, мы объясняли жильцам, жителям, всем мы показывали проект, мы объясняли, для чего это. У нас жители очень-очень активно на это отозвались, и у нас было голосование, и в прошлом году мы выиграли. Люди начали осознавать то, что именно они могут повлиять на вот эту красоту своим именно голосованием. Каждый отдает свой голос. Посмотреть топ-20 городских пространств, претендующих на благоустройство, и узнать график проведения общественных обсуждений, дизайн проектов, можно на сайте городской администрации. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Еще в одном учебном заведении Самары появилась парта героя. Благодаря всероссийскому проекту учащиеся школы номер 13 смогут больше узнать о нашем соотечественнике Рагиме Гаджиеве. Рядовой погиб, выполняя воинский долг во время спецоперации. Военнослужащий и сам был выпускником школы в 2000 году. Поэтому ребята не понаслышке знают, какой он современный защитник Родины. На открытии парты героя и мемориальной доски побывал Михаил Ермоленко. С историей своего соотечественника Рагима Гаджиева девятиклассник Захар Жаворонков знаком хорошо. Парень решил пойти по стопам известного выпускника школы, поэтому уже два года состоит в юнармии. Ученику выпала честь первым в этой четверти занять парту героя. Критерии отбора строгие. Обязательно хорошая учеба и активность в школе. Захар говорит, что открытие таких необычных мемориалов, несомненно, помогает сохранить память о современных защитниках Родины. Я считаю, что она очень важна и нужно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради Родины. И я их правда очень благодарен за то, что мне дали честь посидеть за этой партой. За этой партой героя. Рагим Гаджиев окончил 13-ю самарскую школу в 2000 году. Сразу после пошел служить в армию. Военное ремесло его всегда интересовало. Когда началась специальная военная операция, мама сказала, говорит, надо ехать, чем смогу, помогу. Начал усиленно тренироваться. Утром бегал. У всех возраст, нормативы были. Бегал, подтягивался. Потом закручил контракт. Рядовой погиб 7 июля прошлого года, освобождая вместе со служивцами Луганск. Указом президента Рагима Гаджиева наградили орденом мужества посмертно. В напоминание о подвиге в родной школе также открыли мемориальную доску. Я очень рад, что мама сегодня тоже приняла участие в этом мероприятии. И доска, мы согласовывали с ней, чтобы все было в порядке, чтобы все было нормально. И считаю, что она тоже будет гордиться тем, что имя ее сына вихковечено на этой доске. Ну а детям я пожелаю, прежде всего, тем, чтобы они гордились, что они учатся в одной школе, где учился герой. В открытии мемориальной доски и парты героя также приняли участие гости из города Побратима Бреста. Ученики школы под таким же 13 номером вместе с преподавателем подключились по видеосвязи. Общение наладили, чтобы была возможность сотрудничать и обмениваться опытом, в том числе в проведении патриотических акций. Договор о партнерстве с 13-й Брестской школой заключили в сентябре прошлого года. Школа тоже носит имя героя-афганца, поэтому у нас очень много точек соприкосновения. У нас есть договор, мы проводим совместные мероприятия, совместные телебанстены. Только вот в этом формате в школе мы проводим впервые. Потому что обычно мы проводили на базе библиотеки Поволжья. В 2023 году школе номер 13 исполнилось 135 лет. В истории учебного учреждения вписаны 52 имени. Все это выпускники-ветераны Великой Отечественной войны. Поэтому сохранение исторической памяти для нынешних школьников – не пустой звук. Они продолжают традиции, заложенные своими предшественниками. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». На площадь имени Куйбышева приехали тысячи горожан и гостей областной столицы. Самарцев поздравили первые лица региона и города. На концерте побывала и наша съемочная группа. Самарцы начали приезжать на площадь имени Куйбышева задолго до начала митинга-концерта «Слава защитникам Отечества». Посмотреть на творческие коллективы собрались несколько тысяч человек. Я считаю, что День защитника Отечества – это очень важный праздник. Это патриотизм, поднятие духа. Народ сплочается в такие моменты. И вот выходит на площадь, поддерживает наших ребят. Еще до начала концерта горожане и гости областной столицы могли отведать солдатской каши из военно-полевой кухни. Каждый желающий мог написать письмо тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Для этого на площади была установлена палатка, в которой раздавали специальные открытки. Я хочу пожелать нашим ребятам, конечно, победы. Мы гордимся, мы гордимся их выбором, мы гордимся тем, что они грудью стали защищать нас, наших детей, наших внуков. Это очень патриотично, это классно. Митинг-концерт начался с исполнения гимна Российской Федерации. Затем самарцев поздравил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. С теплыми словами обратилась и глава Самары Елена Лапушкина. Мы сегодня с вами участвуем наших защитников Отечества, наших ветеранов Великой Отечественной войны, дружеников тыла и тех ребят, которые сейчас нас защищают. И, конечно, замечательно, что есть такое единение и в нашем городе, и в целой стране, что сегодня пришли на эту площадь тысячи жителей, гостей города, чтобы сказать слова благодарности, признательности всем нашим ребятам и ветеранам. Глава региона Дмитрий Азаров на площадь имени Куйбышева приехать не смог. Губернатор сейчас находится в зоне СВО, куда повез подарки бойцам. Самарцем он прислал видеообращение. Дорогие земляки, я искренне благодарен вам, что в этот день вы собрались на площади, чтобы проявить свое единство, поддержку нашей армии, защитникам Отечества. Здесь, в зоне специальной военной операции, эта поддержка крайне нужна. И бойцы ощущают, что родная земля, все жители Самарской области молятся, переживают, поддерживают от всего сердца и от всей души защитников нашего Отечества. Поздравлять защитников Отечества продолжат 23 февраля. На площади славы пройдет церемония возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Самарские студенты стали участниками 8-го российско-китайского форума «Волга-Янзы». В этом году встреча, участниками которой стали представители регионов и провинции на берегу двух рек, проходит в онлайн-формате. Студенты выступают с докладами по трем направлениям. Цифровая экономика, предпринимательство и культура и туризм. Подробнее в нашем сюжете. Более 30 студентов Самарской области стали участниками 8-го российско-китайского форума «Волга-Янзы». А один из них, Никита Кривошеев из Самарского университета, представляет свой проект через онлайн-конференцию. Главная идея проекта – выпуск приложения, которое поможет российским производителям подбирать детали китайского изготовления, полностью соответствующим по характеристикам компонентам, которых больше нет на российском рынке. Каталог сами компании присылают, то есть те, кто желают быть с ним, потому что это в первую очередь еще популяризация компаний китайских, которые выходят на наш новый рынок, и для них это хорошая возможность выйти в Россию. Со своим проектом Никита выступает на молодежном форуме в сессии «Цифровая экономика». Также представлены направления предпринимательства и создания бизнеса и культура и туризм. Студенты двух стран расскажут о своих научных исследованиях, которые помогут укрепить связи между государствами. Каждый год форум проходит по разным образовательным направлениям. Студенты России и Китая презентовывают свои проекты и в дальнейшем могут взаимодействовать между собой по реализации этих проектов в межкультурной области. Это напрямую общение с другими ребятами из Китая, с такими же, как мы, студентами, представителями молодежи, которые занимаются наукой, которые занимаются культурным развитием своей страны. И мы, думаю, можем быть друг другу полезны, в том числе по проектам, которые у нас есть и которые сегодня будут представлены. Форум является одним из самых значимых и масштабных событий в сфере молодежной государственной политики двух стран. В нем принимают участие студенты из регионов ПФО и провинции, расположенных у верхнего и среднего течения реки Янцзы. Считаю, что российско-китайский молодежный форум в условиях напряженной геополитической обстановки в мире это проявление взаимного уважения народов наших стран, что всецело отражает позицию лидеров наших государств. Си Цзиньпин отметил, что молодежь – это будущее страны, и от них зависит развитие китайско-российских отношений. Молодые люди берут на себя важную миссию по сохранению дружбы между народами и содействию общему развитию двух стран. Форум пройдет в два дня. В перерывах между выступлениями студентов участникам покажут лучшие фотографии, сделанные в рамках проекта «Мое видение страны» и творческие номера российских и китайских коллективов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Горы зовут. В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали тренировки на горнолыжном комплексе. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Ощутить всю полноту жизни, научиться новому, провести время активно и с пользой. В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали проект «Горы зовут». Ребятам прививают любовь к спорту. Опытные инструкторы ставят их на лыжи и сноуборд. Для них здесь созданы все условия. Здесь абсолютно безопасные трассы. То есть каждый ребенок, который приезжает сюда, он получает полноценное занятие с инструкторами. То есть с ними занимаются. В общем, проводят на свежем воздухе целый день практически. Интерес есть, потому что спорт, здоровый образ, здесь на комплексе он прививается. В этот раз занятия провели для ребят, которые находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Проект организовали горнолыжный комплекс «Самары» и городской департамент спорта. Мы понимаем, что один из самых важных факторов, который помогает людей перевоспитывать, это спорт. И спорт на свежем воздухе, такой горнолыжный спорт, это одна из самых замечательных идей, один из самых замечательных проектов, который мог только придумать и реализоваться. Я бы хотел, чтобы таких проектов было как можно больше. Потому что каждый из них вносит свой вклад в становление ребенка, в гармоничное развитие ребенка. Ну и, конечно же, в том, чтобы поставить ребенка на правильное. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что у многодетных родителей есть льготы. Им полагаются выплаты на ипотеку, отпуск не по графику, вычет по земельному налогу, дополнительный вычет по налогу на имущество, досрочная пенсия для мамы, а также стандартный вычет, отказ от ночной работы и компенсация за детский сад. На уровне регионов могут быть предусмотрены дополнительные льготы для многодетных семей. Самарская городская больница номер 4 стала призером в народном голосовании клиника года 2022, сообщая в телеграм-канале Октябрьского района Самары. Получены дипломы в номинациях, вклад в развитие медицины областного центра и лучшие учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. В преддверии Дня защитника Отечества на территории Кировского района среди образовательных учреждений прошла акция «За Россию, за наших ребят», говорится в телеграм-канале Кировского района. Школьники писали письма и рисовали рисунки для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Также был организован сбор гуманитарной помощи. Ребята поблагодарили военных за их мужество и отвагу. Собранные помощи письма были доставлены в зону проведения СВО и переданы бойцам, от которых прозвучали искренние слова благодарности. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok